Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте, Михаил. Да, добрый, добрый вечер уже. Добрый вечер. Итак, четвертый день, как Путин объявил мобилизацию в России. Мы все видели эти кадры, как людей сгоняют, пакуют, женщины, дети плачут, мужиков провожают, наливают. Мы с военными экспертами обсудили роль этих резервистов и какая печальная участь их ждет в Украине. Очень хорошо сказал наш главнокомандующий Валерий Залужный. Мы покончили с российской профессиональной армией, пора покончить и с любительской. Но не дает покоя вопрос, который себе почему-то глобально не задают россияне. А где их доблестная армия, вторая армия в мире? Куда она подевалась? Зачем резервисты? Почему не задумываются, Михаил? Или уже начинают? Ну, вы понимаете, если ты десятилетиями живешь в виртуальном мире, в иллюзиях определенных, то вы посмотрите, даже наши западные партнеры до сих пор считают, что, возможно, какая-то эскалация, Россию нужно дальше бояться, с ней нужно о чем-то говорить, нужно идти на уступки. Вы понимаете, абсурдность всего, что мы видим даже в этом направлении, где гораздо больший объем информации, где есть дискуссия. Я имею в виду западные страны, где есть дискуссия, где есть возможность усомниться в чем-то и сравнить, провести какой-то анализ. И даже они до сих пор заблуждаются относительно и силы, и, собственно, развития исторического Российской Федерации и так далее. А что уж говорить о простых россиянах, которые очень умело находились в условиях нищеты. Посмотрите на их города, на их села. Посмотрите на их, знаете, требования к жизни называется это. То есть вот в каких условиях ты хочешь жить, можешь ли ты себе позволить что-то, чтобы это был действительно 21 век, технологическое развитие какое-то, культурное развитие. Это на самом деле очень отсталая, провинциальная, нищая страна. Мы просто к России как-то привыкли о России судить по Москве, Петербургу или Екатеринбургу в лучшем случае. И все. На самом деле это очень отсталая, очень странная страна, которая, по-моему, осталась не в 17-м, понятно, веке, но где-то вот 19-й, переход в 20-й век по уровню развития и по уровню осознания своей роли. То есть, понимаете, когда ты живешь вот в отсталом веке, то, соответственно, и ты внутренне готов быть зверем. То есть это очень серьезные вопросы, вы сейчас поднимаете. Это не просто так. И, соответственно, еще какое-то время должно пройти. Они могут идти через шок. Вот сейчас, в течение шести месяцев войны, они сидели на диванах, пили пиво свое в этих растянушках, майках-растянушках, и там смеялись, типа, ну что, смотрите, как эти украинцы по подвалам жмутся, давайте еще добавим, давайте еще добавим. То есть они жили в определенном мире своем. А теперь их из этой зоны комфорта достали. И говорят, смотрите, ребята, а теперь вы будете умирать, потому что вы нам не нужны, вы никто. Вы вообще никчемные люди, которые, в принципе, бесполезны с точки зрения даже добавленной стоимости для олигарха российского любого. И вот сейчас они идут через шок. Вот их начали ломать, и они только начинают задавать первичные вопросы. А почему я должен умереть? А почему я обязательно должен умереть? И, соответственно, ну это опять же какое-то время должно пройти. Вот определенное время пройдет, и они начнут все больше и больше этих задавать вопросов. И мы с вами, я надеюсь, я очень хочу, я вообще очень люблю, когда люди платят в итоге по своим долгам. Мне особенно нравится, когда все эти понтовые. У нас тоже, кстати, таких очень достаточное число было. То есть многие из них, кстати, сейчас сидят тише воды ниже травы, или наоборот, сидя где-то далеко, опять начинают рассказывать, почему все плохие и тому подобное. Так вот, я всегда очень люблю, когда люди в итоге платят по своим долгам. И вот эти люди будут платить по своим долгам. Их отправят неподготовлено, не обмундирование, ничего не будет. И в итоге через страх мы с вами будем наблюдать, как они придут к классическому русскому пьяному дикому бунту по всей стране. Да, и вот про страх. Тут важно сейчас обратиться к россиянам, которые нас сейчас смотрят, чьи родные попали под мобилизацию, или же к вам придут завтра с повесткой. В огромных количествах российские солдаты гибнут не на передовой, а еще и будучи в своем же тылу. Потому что наше современное дальнобойное вооружение очень метко разбивает, сжигает целые казармы с сотнями оккупантов. Ведь так, Михаил, мы помним Лисичанск, Сватово, Херсон, где в казармах погибли сотни российских захватчиков. К сожалению, они пока еще не до конца понимают, что такое война. Они думают, что это такая классическая война, толпа на толпу, с автоматами побежали, и кто-то кого-то пострелял. Нет, 93% потерь всех и убитых, и санитарных, и раненых, и покалеченных – это артиллерийские потери. Они могут быть и на переднем втором эшелоне, безусловно, и в то же время они могут быть, как вы правильно говорите, в тыловом обеспечении. То есть это и резервы, и казарменные потери, и так далее. И при этом это все именно артиллерийские потери. То есть, по сути, вот этим мобилизованным, им же ведь не говорят, смотрите, ребята, мы вас даже обучать не будем, потому что это бессмысленно. Потому что мы его долгое время вкладывали в контрактную армию. А что такое контрактная армия? Это когда человек приходит и лет 10 отрабатывает. Он получает возможности, его обучают чему-то, он приобретает навыки специфические, киллерские навыки, ну то есть навыки убивать на войне и так далее. Он получает узкие военные специальности. Так вот оказалось, что Россия настолько безграмотно занимается планированием на уровне генералитета. Это, кстати, еще тоже нужно будет этим людям осознать, что у них как таковой управленческого звена в армии не существует на уровне среднем, на высшем уровне, да даже и на низовом уровне у них оперативно-тактических командиров, там единицы и так далее, которые бы относились к людям именно как к людям. Так вот, они этого еще не осознают, но их обмундировать не надо, обеспечить чем-то не надо, научить чему-то не надо. Что нужно от этих людей? Вот это же не частичная мобилизация, хочу, чтобы мы понимали. Это будет всеобщая мобилизация. То есть кого смогут, заберут. Вы же знаете, что Путин параллельно, негласно, во-первых, повысил существенно. Мы просто когда говорили о событиях 23 сентября, когда поднимались репрессивные законы по поводу того, что если ты там перейдешь на сторону врага 10 лет, если ты откажешься от призыва 10 лет и так далее. Так вот в это же время другими законопроектами было резко, существенно, в два с половиной раза повысено довольствие силовой вертикали, то есть судьям, силовикам разных ведомств, то есть тем прокурорским и так далее. То есть тем, кто будет этих людей паковать. Ну то есть, условно говоря, одним репрессии, другим пряник, естественно. Это классическая Россия. Так вот, смотрите, решение же простое. Мы забираем, что можем. Мы выгребем всех наиболее социально незащищенные категории, особенно их не жалко вообще. Это будет там несколько тысяч человек. Потому что вот сейчас мы видим, что инфраструктура мобилизационная в России точно так же полностью отсутствует, как, в принципе, инфраструктура снабжения, инфраструктура технологического развития и так далее. У них ничего нет. Но, тем не менее, они наберут этих людей, отправят их ради одной цели, чтобы посадить в первый эшелон, во второй эшелон, чтобы их там перемалывала наша артиллерия. Но главное, чтобы они там находились, и мы не могли себе безнаказанно, как они думают, нашей бронетехникой, заехать глубоко в тыл, как это происходило в Карьковской области. Но, тем не менее, мне кажется, что сейчас идет этап фрустрации, такого просто шокового состояния у общества, потому что оно действительно еще не готово задать ключевой вопрос, с которого вы начинали. Почему вы так быстро и так много хотите мобилизовать, если вы говорили, что у вас такая просто безумно крутая отренированная армия? Где она делась? Так вот они через эту фрустрацию сейчас, через какое-то время, когда начнутся массовые похоронки, это уже будет гораздо более широкое обсуждение идти, и тогда мы увидим совершенно другую картинку развала Российской империи, не о империи, потому что назвать, конечно, господина Путина состоятельным человеком, который может выстроить что-то, ну, это нонсенс. Но задаются уже вопросами россияне, хотя, безусловно, судьба мира и судьба, наверное, глобального мира, глобального мироустройства решается на украинском фронте и зависит от успеха вооруженных сил Украины, потому что буквально столкнулись варварство, тоталитаризм и цивилизация, цивилизационный мир. Но россияне просыпаются, и мы знаем, мы уже видим акции протеста, мы знаем, что завтра на 10 утра заявлены всероссийские акции протеста в крупнейших городах, в призывы звучат вся Москва, весь Питер, выходите на митинг, нет могилизации. Как вы оцениваете потенциал этих протестов? Это сложный вопрос, вы знаете, здесь нет простого ответа, потому что, с одной стороны, можно ожидать очень медленное нарастание, действительно, осознание того, что происходит, осознание того, что Россия объявила, по сути, войну маленькой стране, максимально жестко там атаковала и в итоге проигрывает. И это обрушило и саму Россию полностью, и в экономическом, и в финансовом плане, и в плане исторической перспективы и так далее. Но мы можем ожидать, если вот логику допустить, например, ту логику, которая практикуется теми же западными странами, то этот процесс будет медленный. Я, например, сторонник того, что как неожиданно это может очень быстро вылиться в системный кризис. Системный кризис. Еще раз подчеркиваю, вот я почему раньше говорил неоднократно, что важно было бы падение Донецка или Луганска. Это было бы очень символично, и оно существенно ускорило бы финализацию войны, правильную финализацию войны. Потому что никто бы уже там ни о чем не говорил. Вся пропаганда российская просто бы уже остановилась и впала бы в такую прострацию на постоянной основе. Так вот, может вот этот процесс, процесс, скажем так, разрушения, обрушения российской государственности произойти чрезвычайно быстро. Смотрите, это как маленькие камешки. Они начинают обсыпаться, 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 но вдруг, вдруг окажется, что один маленький камешек, на нем все держалось. И вот он в какой-то момент выскользнет, и вся вот эта статуя, колос Родосский, он быстренько обвалится. Может и такое развитие событий. А знаете, этим маленьким камушком может быть тот же Дагестан. Посмотрите, что там происходит. Все как-то смотрят на Россию, на крупные города, а там же люди буквально с автоматной очереди звучат. Казалось бы, да, маленькая республика. Но я бы пока не делал бы временных таких выводов по Дагестану. Я не сомневаюсь, что Северный Кавказ, конечно, будет бурлить, и бурлить правильно будет, потому что действительно их тоже долгое время репрессировали. Вы знаете, что, по сути, это ведь, я же еще раз повторяю, Россия, это же не Россия, это же империя, которая вот эти же народы тоже на колени сначала поставила. А теперь Россия говорит, вы будете за нас умирать. То есть мы сначала вас убивали. Частичность, вот эта частичность как раз и проявляется. То есть сначала вас заберем, вас поголовно. Конечно. Более того, мне кажется, что люди начинают задаваться более правильным вопросом. Смотрите, они ведь мобилизацию проводят и на оккупированных территориях, очень жестокую мобилизацию, в том же Крыму. Ведь когда они туда в 2014 году заходили, они же мне говорили, что смотрите, мы-то по сути сейчас подписываем с вами контракт на участие в войне, контракт на смерть. Вот все, что Россия сейчас делает на оккупированных территориях, на самом деле люди, которые там бегали с ложочками. Опять же, вот мы с вами все время возвращаемся. Это очень важно, чтобы люди научились платить за свои действия, за свои поступки и даже за свои мысли. Вот смотрите, эти люди жили в нормальных условиях, карьеры делали. Я имею в виду тех, которые бегали потом с ложочками, этими триколорами, и говорили, как мы ждали Россию, даже сейчас, в 22-м году. А в итоге сейчас их насильно, принудительно, массово отправят, по сути, умирать. Это и есть цена за предательство. Это очень важный параметр. И это хорошо бы нам все время не забывать это показывать. То есть, что, ребята, смотрите, Россия пришла, унизила всех, а потом вас же отправляет как живую силу, которая должна быть переработана в гарниле. Почему? Россия хочет защитить. Что? Защитить свои вот эти амбиции, не подкрепленные ни технологиями, ни уровнем жизни, ни качеством жизни. Ничего. У России ничего нет. Смотрите, русский мир — это пустота. То есть, это ты приходишь, тебе предлагают вакуум, а ты серьезно покупаешь за дорого, за свою кровь. Это очень фундаментальная вещь. Русский мир, когда заходит, он ведь рассказывает, что мы вам что-то сделаем, а на самом деле в итоге он, как вампир, высасывает всю кровь из тебя и в итоге бросает твое тело еще погибать. Вот что такое русский мир. Русский мир продает пустоту и прошлое. Нет ничего, что можно купить. И я, соответственно, честно говоря, поражен наличием некоторого процента граждан наших, которые не понимают две вещи. Сейчас, если в 2014 году они еще могли заблуждаться о чем-то, то сейчас для меня загадка. Первое. Вы же видите тип войны, которую ведет Россия. Вы же видите, что это отсталая цивилизация. Вы жили в свободной стране. Вы добровольно хотите перебраться в мир, условно говоря, рабский, в мир, где одни лагеря. И второе. Вы не поняли Украину. То есть вы реально решили нас предать, а потом безнаказанно жить, думая, что мы вас не достанем никого. Это глубокая ошибка. С учетом военных преступлений, совершенных Россией здесь, а часть вины лежит именно на вот этих потенциальных коллаборантах, в том числе, которые сейчас вот эти все бегают. Вы смотрите, ведь Болицкий вот это, он же ведь абсолютно точно смертник. Очень четко написано, этот субъект не будет долго жить. Это написано на нем уже. То есть почему люди не видят этого? Я имею в виду, те, кто идет по его пути на других уровнях. Потому что, еще раз подчеркиваю, это не 2014 год. Украина или юридически, или физически, но догонит каждого из этих людей, которые привели к массовым убийствам наших граждан. Михаил, давайте еще обсудим незаконные референдумы. Россия, которая и так растоптала все возможные нормы международного права на этой неделе устами Лаврова с высокой трибуны верхцинизма, с высокой трибуны Генассамблеи ООН открыто угрожала миру ядерным оружием. Мол, российская военная доктрина будет распространяться на присоединенные украинские территории. К чему нам следует готовиться на следующей неделе? Давайте здесь очень четко расставим. Смотрите, международное право конкретно. Оно четко определяет суверенные границы государства. Ты можешь называть любую территорию своей, но есть четкие юридические определения. И, соответственно, доктрина, ядерная доктрина, а ядерное оружие, подписанное, есть, условно говоря, доктрина глобального сдерживания, четко описывает, что ты можешь применять ядерное оружие только для защиты своей территории. Слова Лаврова абсолютно никчемны. Они юридически никчемны. То есть и он это прекрасно понимает. По сути, он сейчас говорит, совершить преступление. Мы должны именно так относиться к этому. Сейчас я перейду к ядерному, а сейчас немножко про референдумы. Смотрите, мы не видим никаких референдумов. Их нет. Нет, это важно, потому что это не просто отсутствие референдумов. Это фиксация преступления, когда ты массовое насилие демонстрируешь. То есть, когда люди врываются в частные дома, квартиры с автоматами, ставят автомат к лицу и говорят, пожалуйста, поставь галочку. Ну, то есть, соответственно, люди фиксируют множественные нарушения против личности. Это большое количество, собственно, уголовных дел, конкретных. Смотрите, Россия в прямом эфире фиксирует свои военные преступления. Это немыслимо для процесса, конечно, что ни одна страна об этом не делала, кроме Российской Федерации. Поэтому, с точки зрения процедуры, это процесс массового насилия. С точки зрения юридического определения, это уголовные преступления. С точки зрения того, что мы видим по телевизору, это исключительно пропагандистское шоу, потому что никакой референдум невозможен на оккупированных территориях, где идут активные боевые действия, где находятся танки, оккупационные армии и так далее, и тому подобное. Более того, это никак не влияет на деблокаду наших территорий. Это что касается, собственно, вот этой процедуры. Просто русские, посмотрите, русские, которые абсолютно бездарно воюют, пораигрывают войну, они решили пойти по пути, а мы придумаем тут хитрую вещь. Мы зайдем на чужую территорию, начнем там войну, нас там начнут избивать, как последних подонков. После этого мы начнем убегать, и для того, чтобы как-то хотя бы как-то лицо сохранить, назовем эти территории, что это теперь Россия, и применим ядерное оружие. А теперь возвращаемся к ядерному оружию. Это очень важный аспект. Смотрите, доктрина о ядерном сдерживании, она очень четко говорит, есть несколько ядерных государств. Мы не относимся к категории ядерных, мы не ядерное государство. Соответственно, это уже не наш уровень проблемы, применение или не применение России ядерного оружия. У нас нет симметричного ядерного оружия, чтобы ответить точно так же, как Россия это сделала. Мы бы, кстати, спокойно могли бы действительно смотреть на Россию в случае наличия у нас ядерного оружия. Тем не менее, смотрите, доктрина четко говорит, страны должны, вот договор о нераспространении ядерного оружия. Что он говорит? О том, что все неядерные государства защищены доктрина сдерживания. То есть, если любое ядерное государство попытается напасть на неядерное, неважно предлог напасть, а Россия именно это делает, то все остальные ядерные государства должны будут немедленно, симметрично, массово, масштабно ответить. Это ключевое. Это ключевое для понимания того, что будет дальше происходить. Соответственно, Россия не имеет никаких мотивов применить ядерное оружие. Россия не имеет никаких прав на нашу территорию. И Россия должна забыть слово ядерное оружие. И в принципе, я не сомневаюсь, что ключевые ядерные государства, включая, кстати, между нами, говоря, и Индию и Китай, абсолютно недвусмысленно должны будут объяснить Российской Федерации, что если что, то шахты для пуска будут уничтожены точно такими же симметричными ядерными ударами. Но Индия и Китай уже поменяли тон. Они призывают к миру и как-то дистанцируются. Сейчас я перебью. Да, я перебью. Смотрите, вы очень правильно замечаете, потому что это надо быть абсолютно неадекватным. Знаете, к чему приведет вот эти вот слова или вот, ну, я Лаврова не беру, потому что это субъект не субъектен, как говорится. Да, и то, что он говорит, можно не принимать во внимание. Лавров — это, ну, человек, не имеющий доступа ни к чему, не ньюсмейкер, короче. Это маленькое место, которое вот просто произносит какие-то ритуальные слова. Он даже, мне кажется, половину слов-то и не понимает. Но тем не менее. Смотрите, что делает Россия, когда она говорит о ядерном. Она хочет сказать следующее. Любое государство должно теперь немедленно искать возможность приобрести либо грязную ядерную бомбу, либо просто ядерную технологию и так далее. Иран, Северная Корея, все остальные сейчас резко ускорят свои ядерные программы. И даже те страны, которые не задумывались, они сейчас сидят, аналитические центры, и думают, как нам резко ускорить развитие атомной энергетики, мирного атома сначала, и чтобы перейти потом в военную атомку. Понимаете почему? Потому что они поняли, что любое ядерное государство имеет колоссальное преимущество. Вот мы эффективно сражаемся конвенциальным оружием, эффективно контратакуем, эффективно освобождаем свою территорию. И тут Россия, испугавшись неядерному государству, говорит, да нам плевать, у нас есть ядер, мы применим против вас. И теперь все страны понимают, что если у тебя нету ядерного оружия, ты никто, и звать тебя никак. Понимаете, в чем дело? То есть, грубо говоря, вот эти два субъекта по фамилии Путин и Лавров, они сейчас миру четко сказали. Договор о нераспространении ядерного оружия перечеркивается. Доктрина ядерного сдерживания перечеркивается. Все вот эти попытки ООН, которая натянула на себя задачу избавиться от ядерного оружия, ну, придумали себе такую игрушку. Мы же понимали, что они на это никак не влияют, да? Ну, ребята, чтобы зарабатывать деньги, заработной платой получать, придумали игрушку. Они якобы занимались проблемой уничтожения ядерных арсеналов. Так вот сейчас вот эти слова двух вот этих субъектов практически миру поставили ультиматум. Либо все с ядерным оружием, и, соответственно, мы с вами в любой момент можем получить ядерный конфликт на любой территории. Либо мы все отказываемся, либо Россия должна быть немедленно наказана, максимально жестоко наказана даже за попытку применить вот этот, знаете, вот выходит, опять же, этот Путин, грубо говоря, вы посмотрите на этого субъекта, выходит такой герой, да, и говорит, ну, у нас не блеф, у нас ядерное оружие есть, мы его применим. Ну, то есть герой же, правильно, зашел масштабно в маленькую страну, присунул сюда все свои спецназы, которые должны были там эффективно всех порвать. В итоге получил нормально, так как он там любит, да, получил. И в итоге теперь выходит и говорит, а мы теперь тут не блефуем, ядерное оружие будем. Так вот я хочу, чтобы, это мы, кстати, возвращаемся на несколько шагов начала программы, когда вы задали вопросы. Смотрите, миру пора перестать жить в другой реальности. Есть ответы, и есть вопросы, которые нужно сегодня получить все ответы на них. И вот один из этих ответов, сколько можно терпеть субъекта, которые понтуются, блефуют и угрожают. Что ж, я думаю, что и в России сейчас многие задумаются над этим вопросом. Огромное спасибо вам, Михаил, что нашли время для нашего телеканала. Михаил Подоляк был в нашем эфире, советник главы Офиса Президента Украины. Офиса Президента Украины. Продолжение следует...